Недавний пример, он активно обсуждался в средствах массовой информации, но я не хочу мусолить этот пример, но он ярко показывает это дело главного инженера Минского завода колесных тягачей. Я не так однозначно оцениваю его как в обществе и даже как в суде, но об этом мы поговорим отдельно. Это очень хороший и яркий пример вашей работы, как по сути, так и по форме, в частности, милиции. Количество обращений и другие резонансные дела свидетельствуют о серьезных недостатках и просчетах в работе оперативно-розыскных и следственных подразделений, а также, к сожалению, прокуратуры. У людей порой складывается впечатление, что сегодня сотрудников правоохранительных органов, в первую очередь, интересует не жизнь и судьба человека, а цифры и рейтинги, которыми измирается эффективность их работы. Притом фальсификация в ходе расследования уголовных дел такова, что лучше бы вы не возбуждали эти уголовные дела, когда с ними знакомишься, складывается такое впечатление. Некоторые прибурели и оборзели в погонах до того, что они не просто не должны их носить, эти погоны, должны быть эти люди изъяты в первую очередь из нашего общества. Прежде чем те преступники, назовем их так, до суда, дела которых они расследуют, еще хуже, когда это сопровождается применением активных силовых методов, несоразмерных возникающим ситуациям. Видите ли, вершители судеб, ворвавшись в дом, при детях, беременных женах, положить человека мордой о пол, как у вас принято говорить, заломить руки, поломать несколько ребер и сотрясение мозгового, так как минимум. И это вершители судеб, это безмозглые люди, которым также не место в правоохранительной системе, что вообще недопустимо в практике силовиков. Появляется новая форма работы, промоя давление на участников уголовного процесса. Даже к судьям потиху подъезжают и начинают на них накатывать. Да мы вас, да мы с вами, да мы вас будем прессовать, да мы вас будем наклонять. Удивительно, что даже меня по таким фактам просто информируют без принятия соответствующих мер воздействия к таким деятелям. Это не обеспечение законности. И это не относится к тому критерию, которым я только что сказал, справедливости. Сегодня мы должны выявить все причины, вследствие которых подобное становится возможным. Определить, что делать, чтобы не допустить в будущем нарушения прав граждан нашей стране.